Уважаемые гости, компания Кодерлен и я, Гарда Шелакалина, приветствую вас на нашем вебинаре. Мы сегодня поговорим про особенности сотрудничества с самозанятыми. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть электронная почта, телефон, телеграм-контакты. И, соответственно, адрес сайта. Мы будем очень благодарны вам за обратную связь. Задавайте свои вопросы любым удобным для вас способом. В этом случае мы сможем более предметно вам ответить и более подробно. И будем очень благодарны за сотрудничество. Как будет построена наша сегодняшняя встреча? Вы видите на экране программу. Мы поговорим про налоговые амнистии, про налог на профессиональный доход. Как это отражается, как работать, вернее, с этим налогом в 1С ЗУП, то есть зарплату управления персоналом. Поговорим про административные предприятия, которые нужно очень аккуратно соблюдать. Ну и, соответственно, про льготы, ограничения, то есть что изменится для бизнеса в 2024 году, какие у нас перспективы будут. Ну и еще немножко поговорим про дополнительные сервисы и отчеты. Но, к сожалению, время у нас ограничено, поэтому нам придется в хорошем темпе на все смотреть. Мы будем с вами смотреть нормативную базу на слайдиках и будем переключаться параллельно на демо-базу вот таким образом. И смотри, так сказать, уже на местности, то, о чем поговорили. Снова возвращаемся к слайдам. И немножечко истории, так сказать, теоретически. Восстановим в памяти теоретические сведения. Ну, на самом деле, сейчас про налоговую амнистию пишут много и вопросов задаются много. Но здесь нужно четко понимать, про какую налоговую амнистию мы говорим. То есть изначально налоговая амнистия вводилась 436-м законом федеральным от 2017 года. То есть это была инициатива президента и, соответственно, эта амнистия затрагивала федерических лиц. В этом случае по амнистии списывались задолженности перед налоговыми органами, то есть перед фискальными органами. И большинство таких долгов успели списать в 2018 году. Но на этом амнистия не закончилась. И то, что не успели списать в 2018-2019 годах, естественно, продолжается списываться в 2024 году. Ну, этот ФСЗ-346 содержит изменения, такие как списание долгов по налогам, по страховым взносам и пеням и штрафам. То есть, соответственно, в общем-то, очень аппетитный федеральный закон. Но, тем не менее, сейчас у нас идет перестройка налоговой реформы и налоговая амнистия имеется в виду уже немного другие нормативные акты. То есть, у нас налоговая реформа вызвала новую налоговую амнистию. И эта амнистия касается уже юридических лиц. То есть, налоговая амнистия в 2024 году, которая касается физических лиц, уже не применяется. И, допустим, если НДФЛ уплатили или взыскали до начала действия 436 ФСЗ, или если суммы налога уже взысканы, в 2024 году не предусматривается отдельное налоговое амнистие на имущество физических лиц. Ну и, соответственно, население на него. А вот в 2024 году, в этом году, 29 февраля, Владимир Путин анонсировал новую налоговую амнистию для малого и среднего бизнеса. То есть, это амнистия уже касается уграбления бизнеса и добровольного, так сказать, признания правонарушений. С 1 марта 2024 года у нас достаточно сильно ужесточилось законодательство в отношении работы с самозанятыми. И тут как раз-таки появились новые обстоятельства, по которым предприятие может вызвать пристальный интерес уже и трудовой инспекции, и дополнительно фискальных органов, то есть не только Роструд, но и специальные межведомственные комиссии. Могут внеплановые проверки проводить. И эти проверки проходят под эгидой противодействия нелегальной занятости. И связано это уже с тем, что принят новый закон о занятости. И это закон 565, датирован он 23-м годом, то есть декабрем 23-го года. То есть, с 23-го года у нас созданы региональные межведомственные комиссии, которые призваны следить за нелегальной занятостью. Ну и, соответственно, чтобы следить за нелегальной занятостью, ужесточены требования к легальной. То есть, для работы с самозанятыми нужно придерживаться некоторых правил. То есть, если за 12 месяцев организация или частный предприниматель заключали договоры на выполнение работы, оказание услуг больше, чем с 10 самозанятыми, то это уже вызывает пристальный интерес. Если средний месячный доход каждого из самозанятых превышает 20 тысяч рублей. И если средняя продолжительность работы каждого самозанятого составляет больше трех месяцев в течение года. Причем эти месяцы могут быть не обязательно друг за другом, а в рандомном порядке. Таким образом, как вы видите, для предприятий, для организаций, то есть, для юридических лиц, работа с самозанятыми, в общем-то, поставлена под большой вопрос. Были достаточно бурные обсуждения в информационных ресурсах и задавали такие вопросы. А что вот, почему я не могу работать, например, самозанятым? Я 400 тысяч в месяц получаю и, типа, мне хорошо, со всех сторон меня это устраивает. Но подождите. То есть, как если вы 400 тысяч получаете, то вы не можете работать самозанятым, потому что для самозанятых установлены определенные ограничения. То есть, выручка самозанятого должна быть не больше 2 миллиона 400 тысяч за год. Если вы говорите, что вы получаете по 400 тысяч, то вы этот лимит превысили. Ну и таких боданий было достаточно много. То есть, сейчас очень бдительно следят за тем, тем, чтобы не нарушались ограничения по работе с самозанятыми и чтобы самозанятых не использовали как уклонение от трудовых, допустим, заключения трудовых договоров. Поэтому практически на данный момент с самозанятыми могут работать только небольшие, то есть, организации с небольшим оборотом. Ну, фактически это микропредприятия. И для больших предприятий, для больших холдингов самозанятые не становятся очень интересной, приоритетной группой партнеров. На самом деле, самозанятые, то есть, чисто если брать с точки зрения самозанятости, то зарегистрироваться с самозанятым очень несложно. Для этого необязательно куда-то идти. То есть, достаточно, что у вас есть телефон, и, допустим, через приложение «Мой налог» вы можете зарегистрироваться. Если у вас личный кабинет есть на сайте налоговой службы, то, соответственно, через него можно зарегистрироваться. На портале госуслуги, то есть, если у вас есть там учетная запись, вы тоже можете зарегистрироваться. Ну и сейчас многие банки предлагают эту услугу, то есть, упрощенная процедура регистрации через какой-то конкретный банк в качестве самозанятого. В этом случае банки предлагают и сервис по обслуживанию самозанятых, и ведение отчетности, которая передается в налоговые органы. Ну, то есть, всякие разные способы заманивания существуют. Ну, мы с вами, как уже говорили, основная задача при работе с самозанятыми – это не дать возможности переквалифицировать договор с самозанятым в гражданский правовой, гражданский трудовой договор. Поэтому обращайте внимание на то, как составлен договор с таким, не сотрудником, с таким физическим лицом. То есть, максимально желательно не использовать формулировки, которые применяются в трудовом кодексе. То есть, применять к таким договорам лучше гражданский кодекс. Ну, и, соответственно, чтобы не было терминов, которые встречаются в гражданско-правовых договорах. То есть, например, график работы, отпуска, должность. Вот такого плана формулировки в договоре не допускаются, иначе он очень сильно рискует быть переквалифицированным. Ну, и, естественно, в договоре ГПХ указывают не период, а конкретный срок, то есть, дату которой работник должен выполнить все указанные работы. Например, покрасить забор к 15 сентября. И, собственно, желательно, чтобы в договорах привлекались самозанятые и к прочим задачам. То есть, например, не дублировать функции основных работников. А, например, если касается дела бухгалтера, то мы можем безболезненно, без опасок нанять бухгалтера для консультации, для получения, например, каких-то грантов или господдержки. То есть, в этом случае будет нормально обратиться к специалисту для консультации. А вот если уже у ИПИСа, например, или у организации есть свой фитнес-клуб и на постоянной основе оказывают услуги инструкторы, тренеры, вот в этом случае уже возникает риск о том, что такой договор переквалифицируют из договора самозанятого, с самозанятым в трудовой договор. И, естественно, перед заключением трудового договора обязательно нужно проверить контрагента. Не забываем про коммерческую осмотрительность, то есть составляем дотея на него. И смотрим мы в основном на то, чтобы у самозанятого, с которым вы заключаете договор, были еще и другие клиенты, то есть не ваша компания единственный контрагент. Это очень подозрительно, вызывает много вопросов. А, соответственно, если он выполняет работы и для других заказчиков. Ну и, естественно, если он зарегистрировался в качестве самозанятого перед заключением договора с вашей фирмой. То есть сегодня он зарегистрировался как самозанятый и на завтра заключил договор с вами. То есть, соответственно, к самозанятым предъявляются и требования, и ограничения, и регулируются они законом 422 ФЗ. То есть это закон у нас от 2018 года. Ну и напомним немножечко, что нельзя сотрудничать с самозанятыми, если они ваши сотрудники одновременно, если они работали у вас менее двух лет назад. И, соответственно, самозанятые должны выставлять чеки, которые они готовят в приложении «Мой налог» и направляют вам, как заказчику, такой чек. Это обязательное требование. Ну, собственно говоря, на самом деле для самозанятых достаточно много ограничений, которые отсекают, так сказать, возможность крупный бизнес через самозанятого регистрировать. И, тем не менее, этот режим достаточно привлекательный. В основном за счет того, что самозанятые освобождаются от отчетности и в связи с тем, что автоматически ведется учет в специальном приложении. То есть приложение мобильное, «Мой налог» и подавать декларацию уже не нужно. Не обязательно иметь контрольно-кассовую технику. В этом приложении формируется чек, и все хорошо. И не надо регистрироваться и ПИСТом, когда под риски попадает имущество. То есть, в принципе, со всех сторон привлекательный режим, несмотря на то, что у него есть ограничения. Естественно, 1С такие изменения не могла пропустить мимо. И с самозанятыми мы можем работать и в 1С бухгалтерии, и в 1С ERP, и в 1С ЗУП, то есть зарплата и управление персоналом. Мы с вами сегодня будем рассматривать, как работа с самозанятыми организована в ЗУПе. Сейчас мы с вами посмотрим слайдик. Значит, у нас в меню настройка. Мы переходим в расчет зарплаты. И если мы собираемся работать с самозанятыми, нам надо проставить вот такой чек-бокс, то есть хорошо знакомую зеленую галочку. В меню на пункте регистрируются выплаты по договорам гражданско-правового характера. И после того, как мы выполнили такую настройку, мы переходим с вами дальше, и в меню зарплата уже используем начисление по договорам. Сейчас мы переключимся с вами на демобазу. Так. И смотрим, так сказать, уже в натуре. Значит, мы с вами берем режим меню настройка. И в меню настройка мы с вами раздел расчет зарплаты. Вот у нас с вами тут разные, как бы есть разные пункты, которые надо либо отметить, либо снять отметку. Ну, то есть в соответствии с вашими бизнес-процессами, с вашими реалиями. То есть если мы спускаемся пониже, вот, то есть... Раскочила. Соответственно, когда мы работаем с настройками, то есть выбираем, какие функции нам необходимо активировать в программе, то здесь самое важное – внимательно читать то, что написано в соответствующем разделе. И, собственно говоря, определить, нужно нам это отмечать или не нужно. И как... Сейчас я вернусь на минуточку в... Наш файлик. И, соответственно, отмечать те пункты, которые нам необходимы, которые мы будем использовать. То есть если вы, например, проставите отметку, что регистрируются выплаты по говорам ГПХ, но не будете использовать, это ничего страшного. А вот если вы не проставили эту отмечку, не проставили, чекбокс, а потом у вас возникла необходимость заключить договор с таким человеком, то, возможно, придется вспоминать, почему у меня в меню нет такого пункта, и, соответственно, не активировались блоки, которые отвечают за этот функционал. Мы с вами еще раз вернемся к нашим к нашей демо-базе, и, соответственно, мы с вами ищем у нас в расчете заработной платы, мы с вами ищем необходимый пункт, и, соответственно, проставляем в этом окошечке красивую галочку. После того, как мы отметили эту настройку, мы можем отсюда уходить, то есть из меню настройка мы уходим, и раздел зарплаты, это второй слайд, который мы с вами смотрели, мы здесь работаем начисление с пунктом начисления по договорам, то есть не используя начисление заработной платы или все начисления, а используем начисления по договорам. В этом случае мы попадаем в вот такое меню, то есть это общий журнал документов, и вот данную запись я создавала уже конкретно в качестве примера к нашему вебинару. Сейчас мы в него поподробнее посмотрим, а пока я еще хочу вам показать один файлик, то есть мы с вами выбрали начисление по договорам, и, соответственно, для того, чтобы заполнить сведения про самозанятого, у нас с вами немножко отличается алгоритм от того, как мы работаем, например, при приеме обычного работника. А вот следующий слайдик иллюстрирует алгоритм создания договора с самозанятым. То есть сначала мы вносим в справочник сотрудники нового члена, нового сотрудника. Обратите внимание сразу в сотрудники. Соответственно, сохраняем его и заполняем карту. То есть мы попадаем в карточку физического лица и заполняем сведения о физическом лице. Обратите внимание, у меня выделением написано, выделено то, что мы должны в обязательном порядке заполнить. И возвращаемся снова сюда. То есть я открываю сам мой договор. И, собственно говоря, первое, что я сделала, это создала сотрудника, то есть моего Ивана Ивановича. И мы сейчас посмотрим карточку. Пока не надо. Посмотрим карточку физического лица, то есть карточку сотрудника. И вот они наши пункты, которые у меня на слайдике выделены. То есть это пункт страхования. Значит, здесь мы смотрим, чтобы у нас статус был гражданей РФ, например. И, соответственно, чтобы вот следующий пункт налог на доходы. То есть чтобы здесь у нас соответствовало все тому, что мы принимаем с ним. И, естественно, были, чтобы заполнены номера СНИЛС, ИНН. Ну, то есть те данные, которые вы можете в данный момент указать. Напоминаю, что ни должности вы не указываете, ни оклады не указываете. То есть у вас будет договор составлен, который мы можем по результатам заполнения карточки, мы можем вот через эту кнопочку оформить сам документ. Если мы нажимаем вот эту клавишу, то у нас возможность, видите, выбора достаточно большая. Но мы с вами выбираем в этом случае договор ГПХ. Так. И заполняем, если есть подразделение, естественно, заполняем. И основной нагрузкой в этом случае у нас будет служить договор и те средние, которые мы в него вложили. То есть мы указываем конкретный четкий период, когда, например, начал работу человек, и когда он ее должен окончить. То есть не указывается никакое, там, например, месячное вознаграждение или квартальное. Желательно точную дату окончания работы. И четкую сумму, которая ему определена за эту работу. То есть здесь может быть и 50 тысяч, и 100 тысяч. Но мы с вами помним, что если с самозанятым работником заключен договор на сумму более 20 тысяч, то это уже вызывает конкретный интерес фискальных органов. Поэтому обращайте внимание, чтобы были суммы, указанные, соответственно, не вызывающие интерес. И способ оплаты. Ну, то есть мы выбрали однократно в конце срока. Может быть, по актам выполненных работ, ну, то есть это без разницы. Обратите внимание вот на такое окошечко. Подлежит страхованию несчастных случаев, естественно, нет. А вот сумма вычета у нас... Я проставила полторы тысячи рублей. Для примера, сюда ставится сумма, если самозанятый сотрудник какие-то расходы производил при выполнении этой работы. Ну, то есть за счет собственных средств. При этом обязательно должно быть документальное подтверждение. Ну, например, чеки, там еще какие-то документы. Я поставила, чтобы он у нас, например, полторы тысячи израсходовал. И, соответственно, вот в этом, в этих окошечках в шапке я указываю сведения уже по начислению этих денежных средств. После того, как я заполнила сведения про договор, я могу вывести его на печать. Ну, мы сейчас просто его закроем. И я обращала ваше внимание на сумму вычета полторы тысячи рублей. Сейчас объясню, почему я обращала ваше внимание на эту цифру. Ну, естественно, все эти сведения попадают вот здесь, в этой строке мы видим. То есть вот мои 15 тысяч, период выполнения работы, когда я должна выплатить расчет за эту работу. И код вычета 403. И наша сумма вычет по НДФЛ. Что такое вычет 403? Для чего и из чего он складывается? Сейчас мы перейдем с вами на слайдики. И посмотрим вот такой слайдик. То есть код 403 – это у нас фактическое отображение произведенных затрат. То есть это вот полторы тысячи, которые я написала, что у меня вычитаются из суммы вознаграждения. В разделе профессиональных налоговых вычетов, которые регулируются 221-й статьей Налогового кодекса. У нас для самозанятых есть такая льгота. То есть когда человек первоначально зарегистрировался, то есть первый раз зарегистрировался самозанятым, то для него предусмотрен налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Как это работает? Значит, это у нас налоговая ставка при расчете с физлицами уменьшается до 3%, а при расчете с юридическими – до 4%. Как только сумма сэкономленных налогов составит 10 тысяч рублей, размер ставки вернется к значению по умолчанию. То есть 4,6% у нас установленная ставка. В письме от марта месяца этого года, письмо было от социального фонда, уточняется, что самозанятые не подлежат регистрации в фонде пенсионного и страхового обеспечения. И, соответственно, они не имеют возможности получать больничные листы, то есть поскольку свои взносы самостоятельно они не уплачивают, и никто за них не уплачивает. То есть если они добровольно оплачивают взнос в фонд, то в этом случае они могут претендовать на оплату больничных листков. Значит, то, что у нас регулирует работу с самозанятыми, то есть 12 декабря прошлого года был опубликован закон о занятости. То есть это 565 закон. Вступил он в силу с 1 января этого года. И вот этот закон конкретно ввел понятие нелегальной занятости и ввел создание комиссий, то есть межведомственных комиссий в субъектах Российской Федерации. И эти комиссии занимаются по противодействию нелегальной занятости. То есть они наблюдают за тем, чтобы не выдавалась, скажем так, работа самозанятых за работу по трудовым договорам. То есть эти комиссии как раз и рассматривают три показателя, по которым предлагается формировать карательные санкции. То есть это 20 тысяч, не больше 20 тысяч сумма расчетов с юридическим лицом, работа не больше трех месяцев в течение календарного года. Ну вот как раз те сведения, которые, те позиции, которые мы с вами рассматривали немножко раньше. Комиссия производит свои заседания не реже одного раза в квартал. Ну, естественно, если чаще, то это уже личное дело, но главное не реже одного раза в квартал. Здесь зафиксировано уже формат заседания комиссии, может быть, по видеосвязи или конференц-связи, то есть с использованием современных методов коммуникации. По поводу заседания комиссии оформляется протокол, председатель собрания подписывает этот протокол, и он уже имеет силу официального юридического документа. А у нас с вами, значит, возникает, мы сейчас вернемся к нашей записи, то есть начисление по договорам, и здесь мы, в общем-то, что должны проверить. Вот у нас с вами запись, начисление по договорам, и вот здесь, если я сейчас оставлю все в таком виде, то у меня получается договор ГПХ, а у меня договор не совсем ГПХ, а договор с самозанятыми, то есть необлагаемый НДФЛ. И, например, вот я сейчас переформатирую договор, то есть нажму кнопочку заполнить, у меня по условиям моего договора запись останется без изменений, а вот удержанно, видите, появилась запись, то есть я должна для того, чтобы этот договор был самозанятыми, на закладочке НДФЛ вернуться сюда и удалить сведения про НДФЛ. Вот таким образом, то есть у меня удержанно получается ноль, и теперь я могу провести и закрыть данный документ. Вернемся снова к нашим слайдам и еще немножечко теории. Немножечко теории, это вот какое. Как я уже говорила, то есть самое основное, почему предприятия неохотно идут на контакт с самозанятыми, это потому что договор с самозанятыми может быть переквалифицирован в трудовой, и, соответственно, в этом случае возникает нарушение трудового законодательства. Если это нарушение компания пытается отстаивать, ну, то есть это либо юридическое лицо, либо ИПИС, и если комиссия, допустим, выявила нарушение, и вы пытаетесь их оспаривать, то есть настаиваете на своем, то в этом случае вы попадаете на санкции. Соответственно, что в этом случае вам грозит? То есть, во-первых, до начисления зарплатных налогов, плюс штрафы, плюс пенни за неуплату. Ну, вот вы видите, здесь расчет у нас приведен, какая сумма вам грозит, и из чего она складывается, то есть страховые взносы в налоговую, в социальный фонд России, ну, то есть вот сумма, которая составляет 285 120 рублей, и, соответственно, на эти штрафные санкции вы, в случае, если вы сами добровольно не хотите устранять выявленные нарушения, то в этом случае вы, скорее всего, вынуждены будете заплатить вот эту сумму. если ваша компания относится к субъектам малого или среднего бизнеса, то в этом случае инспекторы должны посчитать взносы в налоговую инспекцию по пониженному МРОД-тарифу. В этом случае будет по общей ставке 30%, это по суммам, которые в пределах МРОД. И если у вас сумма превышает МРОД, то по льготной ставке в части превышения вы заплатите еще 15%. Соответственно, не особо комфортный эпизод, и на самом деле судебная арбитражная практика в общем-то на данный момент не становится на сторону насугоплательщиков. А мы с вами сейчас еще раз вернемся к нашей демо-базе. И вот еще о чем хочется поговорить. То есть, несмотря на то, что для самого физического лица работать с самозанятыми, так сказать, привлекательно, мы уже с вами смотрели по каким причинам, для предприятия это достаточно проблематично. И нужно очень внимательно смотреть за соблюдением именно всех условий при заключении договора. и никто не отменил должную осмотрительность, то есть проверять контрагента, составлять на него досье и так далее. То есть для работы с организациями, к сожалению, это не очень комфортная сфера деятельности. И еще у нас с вами, в общем-то, благодаря тому, что и самозанятыми изменения, и изменения по НДФЛ, у нас с вами, естественно, добавляется еще и новая отчетность. Как вы знаете, у нас анонсировано изменение НДФЛ, причем будет пять новых ставок, и, соответственно, изменяется и отчетность, и сроки предоставления, потому что два раза в месяц предоставляется отчетность. И мне хотелось остановиться, вот на каком моменте. Значит, если мы с самозанятыми заключили договор, внимательно все в нем прочитали, не включили в него формулировки из Трудового кодекса, то на самом деле, в общем-то, мы считаем, что мы постелили соломку и можем сосредоточиться на том, что нам налоговое, и не только налоговое, что нам фискальные органы приготовили в отношении отчетности. Здесь, обратите внимание, то есть у нас блок 1С отчетность, он одинаковый во всех конфигурациях, то есть и в бухгалтерии, и в ERP, и вот в зупе. 1С отчетность – это блок, который содержит в себе вот перечень, общий журнал отчетности, который мы с вами создавали, и, соответственно, верхняя панель меню – это ссылки на дополнительные сервисы, то есть которые позволяют получать уведомления, письма, ну, как вы видите, так далее, и личные кабинеты. И еще есть один пункт – настройки. Вот начнем мы с настроек, потому что здесь у нас подключены справочник регламентированных отчетов, он у нас доступен из раздела «Отчеты». Это мы, например, кнопочку «Создать» нажимаем, и вот наши закладки. То есть это «Избранные», а это все остальные формы, которые нам доступны. И, соответственно, мы выбираем то ли статистические отчеты, мы хотим сформировать, то ли физические лица. То есть как только мы отчет выбираем, он у нас попадает на закладочку «Избранные». Либо если мы просто хотим заранее что-то перейти на закладочку «Избранные», то можно и вот таким образом вот так вот отметить конкретно, что я хочу в «Избранные» переместить. Настройки у нас касаются и информации об обновлениях, ну то есть вот вы видите, какие ссылочки нам доступны, и заявления на подключение к 1С-отчетности. То есть у нас 1С-отчетность – это не только название блока, но и название сервиса. Вот это 1С-отчетность, заявление на подключение – это если я хочу подключить этот сервис. Если я хочу подключить этот сервис, я должна понимать, что… так, сейчас мы сделаем вот такой финтушами, значит, отчеты. Значит, если я запускаю первый раз блок 1С-отчетность, у меня выскакивает рекламный баннер. Что это такое? А значит, ну, в меню настройки я это могу так вызвать. А на самом деле в этом виде вы можете почитать, собственно, этот рекламный баннер. Это на самом деле напрямую обмен между вами и… То есть между 1С-компанией, с которой вы работаете, и напрямую обмен с сайтом налоговых органов. В принципе, это позволяет миновать оператора ТКС, миновать, так сказать, дополнительное звено, ускорить время прохождения, отчетов и писем и требований. Но, к сожалению, в этом случае вы лишаетесь поддержки, которая во всех операторах достаточно приятная, скажем так. И в Астралии, и в СБИСе достаточно хорошие сервисы, которые в помощь налогоплательщикам. И надо выбирать то, что для вас более актуально. То есть либо ускорить прохождение документов в электронах, либо не ускорять и воспользоваться сервисами дополнительными, которые есть у операторов. Но, значит, у нас есть один очень интересный момент. В бухгалтерских, допустим, бухгалтерия, ЕРП, есть при работе с ЕНС единый налоговый счет, есть такая функция, как личный кабинет по работе с единым налоговым счетом. Очень удобный сервис, к нему, в общем-то, очень много предприятий подключаются с удовольствием. Но есть одна небольшая тонкость. А для того, чтобы подключиться к сервису личный кабинет по работе с единым налоговым счетом, если я хочу подключиться, то мне надо сначала подключить 1С-отчетность. А в 1С-отчетности изюминка в том, что она, конечно, позволяет использовать личный кабинет, но она платная. На самом деле, если у вас подписка ИТС-ПРОФ, то вы бесплатно можете подключить, внимание, одно юрлицо. Остальные вы должны за денежку подключать. Денежка, правда, не слишком большая, то есть порядка 4800 рублей на год. Ну, собственно, если считать помесячно, то это достаточно дружественная сумма. А вот если у вас ИТС-Техно, подписка ИТС-Техно, то вы не имеете права для бесплатного подключения и всех своих юридических лиц подключаете уже, соответственно, за оплату. Пусть и небольшую, но тем не менее. Значит, если вы все-таки решили, что мы подключаем 1С-отчетность и в связи с этим пользуемся возможностью подключаемся к личному кабинету, то у нас возникает вот такая возможность, соответственно, я подключаюсь к отчетности и у меня высвечивается вот такой диалоговый окно. Вот я выбираю свое юридическое, которое я хочу подключить. Пусть считаем, что оно одно бесплатно у меня подключается. И вот теперь у меня программа требует соответственно дозаполнить информацию. Я смотрю на это дело и краснею, потому что все эти сведения берутся из регистрационных сведений и, соответственно, эти сведения должны были быть заполнены на первых этапах, когда сведения про организацию вносились. как видите, у меня не внесены ни регистрационный номер программы, ни сведения там еще, допустим, про телефон и электронную почту. То есть я, в общем-то, вела себя безответственно и халтурила, пользуясь тем, что без этих сведений программа работать будет. А вот дополнительные сервисы уже, увы, нет. Поэтому теперь у меня выбор либо возвращаться в первоначальные настройки и печально заполнять всю эту информацию либо в режиме ручного редактирования каждый раз, когда я создаю какие-то отчеты, например, декларации, ну, то есть какую-то регламентированную отчетность, я вынуждена буду ручками в режиме ручного редактирования добавлять недостающие сведения в мой отчет. Естественно, проще один раз заполнить, чем потом возвращаться к ручному редактированию каждый раз. Это мы с вами посмотрели подключение к 1С отчетности к сервису и поговорили про дополнительный сервис личный кабинет для работы с единым налоговым счетом. Личных кабинетов на самом деле в программе достаточно много и кроме налогового счета у нас есть личные кабинеты которые вот в этом блоке расположены как вы видите и есть личный кабинет сотрудника который располагается в разделе кадры и в разделе зарплата. то есть вот сервис 1С кабинет сотрудника и то же самое сервис 1С кабинет сотрудника в разделе кадры. То есть это сервис который предназначен для сотрудников вашего предприятия для того чтобы они могли сформировать для себя определенные документы. То есть например расчетные листки справки 2НДФЛ то есть не обращаясь к бухгалтеру и не отвлекая его самостоятельно через личный кабинет сформировать такие документы. А вот личные кабинеты которые у нас в отчетности 1С 1С отчетность если мы вот так открываем то вот у нас личные кабинеты это для налогоплательщиков то есть для юридических лиц и для ипистов здесь в основном регистрационные сведения мы можем посмотреть я почему делаю на этом акцент потому что личный кабинет по единоналоговому счету это разный функционал вы здесь не посмотрите допустим единоналоговый счет что нам здесь важно то есть здесь важно на самом деле вот этот личный кабинет это мы переходим сразу на сайт социального фонда России но мы не будем туда сейчас переходить это много времени к сожалению займет интересен тем что электронные лески нетрудоспособности поскольку все помнят что в этом году у нас уже только электронные лески и соответственно о том что они поступают выписан вам электронный листок или там еще какие-то сведения затребовали например работодателя фонде социального социального фонда России вы видите уже вот в этом кабинете и движение электронных лесков нетрудоспособности и запросы которые у вас возникают по каким-то поводам ну собственно весь социальный все социальные выплаты у нас в этом блоке находятся а еще хочу обратить ваше внимание вот на такой сервис статистика ну вот к сожалению у нас не подключено не включать и не включать у нас не подключена просто статистика к сайту а если у вас обычное соединение то есть вы сходите на портал статистики и по вашему ИН смотрите что смотрите статистика в этом году достаточно много разместила отчетов которые в принципе касаются численности фонда заработной платы условия труда ну то есть много отчетов которые предприятия должны предоставлять статистику соответственно если они попали под выборку и вам на сайте статистики нужно посмотреть под какие выборки вы попали и какие отчеты вы должны предоставить потому что повторяю отчетов много и если вы не сдали или например нарушили сроки сдачи этих отчетностей то статистика уже с удовольствием будет применять реальные штрафные санкции раньше это достаточно декларативно было то есть звонили и уговаривали не забудьте вот такой-то отчет сейчас естественно никто не звонит и никого не уговаривает и штрафные санкции сейчас достаточно высокие то есть если вы на первый раз не сдали или нарушили сроки то до семидесяти тысяч а если вы не сдали это уже повторное правонарушение то в этом случае штрафы до ста тысяч ой ста пятидесяти тысяч извините до ста пятидесяти тысяч соответственно поднимаются поэтому конечно лучше потратить пять минут проверить под какие выборки вы попали и эти сведения предоставлять и еще один момент на который хочу обратить ваше внимание это на воинский учет то есть мы от самозанятых плавно переключились к воинскому учету но к сожалению это сейчас очень актуальный вопрос потому что за нарушение в сфере воинского учета очень большие санкции то есть четыреста пятьсот тысяч поэтому мы воинский учет должны обязательно ввести и сейчас вот например кадров то есть мы должны так же как мы смотрели с вами настройки настройки кадровый учет мы должны проверить и вот мы спускаем с вами немножко ниже настройки штатного расписания и проставляем вот эти вот чекбоксы то есть это мы активируем воинский учет вот это вот мы активируем обычный воинский учет что нам добавляет одну форму отчетности а если мы бронирование еще хотим мы ввести ставим вот здесь сложим то это добавляет нам еще два отчета то есть в общей сложности три отчета вот этими двумя галочками мы с вами себе активировали и в этом случае у нас уже в разделе кадры появляется вот такой раздел воинский учет и соответственно документ который мы должны делать напомню что воинские военкоматы мы воинский учет документы по воинскому учету сдаем в воинский комиссариат не в налоговую и не в социальный фонд а в военкоматы и соответственно у нас изменилось в этом году одно очень небольшое но существенное такое дополнение то есть воинские комиссариаты теперь все запросы информацию для призывников отправляют работодателю и соответственно если работодатель например не ведет воинский учет не информировал сотрудника о том что например для него пришел вызов явиться в военкомат или на курсе переподготовки так сказать партизан то в этом случае штрафные санкции как раз максимальные то есть 400-500 тысяч поэтому я обращаю ваше внимание именно на организацию воинского учета поскольку для ее организации не требуется сильных трудозатрат достаточно собственно говоря ввести учетную политику изменения сведений и приказ в том что вводится вводится этот документ с такого-то числа то есть даже если у вас работают одни девочки воинский учет вывести обязаны у вас может не быть листков об изменении отношений и так далее но тем не менее даже если у вас работают одни девочки есть ряд воинских специальностей которые подлежат воинскому учету то есть например связисты телеграфисты врачи и поэтому воинский учет в этом году особенно требует внимания и собственно чтобы вы держали руку на пульсе потому что я думаю что это еще не последнее ужесточение требований и если такие большие штрафы установлены за нарушение в этом спектре то стоит держать ухо востров на этом мы заканчиваем к сожалению у нас уже время истекло и я хочу снова вернуться к нашим слайдикам и остановиться на титульном листе где наши контактные данные то есть я напоминаю телефоны электронную почту телеграм контакты и адрес сайта если вам оказалось неудобным по какой-то причине время проведения вебинара или вы не смогли досмотреть например до конца то вы можете немного позже вернуться на наш сайт мы выкладываем записи вебинаров и вы можете посмотреть наш текущий вебинар и может быть еще какие-то материалы вас заинтересуют так что приглашаем вас милости просим мы будем рады оказаться вам полезными мы ведем полный спектр работы ДНС и соответственно у нас уже и опыт большой и первоклассные специалисты мы будем рады оказаться вам полезными на этом разрешите попрощаться компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное время за внимание всего доброго хорошего дня до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор